МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Все лучшее детям. Продолжается строительство новых детских садов. Здоровая школа. В столице Республики действует проект госнаркоконтроля Чуваши. Жемчужинки Чуваши. Фестиваль-конкурс детского творчества завершился галоконцертом. Благодаря политике импортозамещения сельхозпроизводители, а также предприятия, перерабатывающие промышленности, получили дополнительные возможности реализации произведенной продукции. Теперь нужно этими возможностями воспользоваться. Глава Чуваши Михаил Игнатьев сегодня побывал на двух предприятиях, лично ознакомился с состоянием дел и встретился с коллективами. Изначальное производство букета Чуваши было рассчитано на 5 миллионов декалитров в год. В результате модернизации и запуска новых линий годовой объем в 2014 составил 9 миллионов декалитров. На предприятии действует инвестиционная программа. В обновлении основных фондов за последние 5 лет вложено около 2 миллиардов рублей, создано свыше 180 рабочих мест. Главу республики в первую очередь интересовал вопрос зарплаты. В среднем работники получают 25 тысяч. Это выше среднереспубликанских показателей. Коснулись в разговоре о житейских тем. Отец семерых ребятишек поблагодарил Михаила Игнатьева за постоянное внимание к многодетным семьям. Я вот недавно квартиру получил, а как многодетная семья, мы получили квартиру на городе. Очень рады. Квадратные метры сейчас позволяют нормально жить? Отлично. Дети не дерутся там? Словом, тогда места не хватает. Места много, да. Многих интересовали и перспективы развития зимних видов спорта в Чувашии. Шаги в этом направлении уже сделаны. И федеральная поддержка имеется. С учетом проведенного Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В этом году, как никогда, мы получили уже 357 миллионов рублей. На Ледовый дверь 150 миллионов рублей. В начале июня месяца мы будем в воде. На биатлонных центрах мы тоже деньги получили. Вопросы продовольственной безопасности обсуждали на Чуваш-хлебопродукте. Вспомнили один из самых сложных периодов в работе предприятия и республики в целом. В 2010 году из-за засухи запас зерна сократился до двухнедельной нормы. Позже, став руководителем региона, Михаил Игнатьев этот трудный опыт учел. Приняли на самом деле болевые решения на уровне правительства. Создали материальный ресерв, как продовольственные пшеницы, так и продовольственные ржи, что позволяет практически по пшенице закрывать несколько месяцев. Сегодня Чуваш-хлебопродукт – самый большой в республике переработчик зерна. В его составе два элеватора и четыре хлебоприемных пункта в разных муниципалитетах. Здесь производится несколько видов муки, различные крупы и кормовые смеси. Социальную роль предприятия трудно переоценить. Именно оно является основным поставщиком продуктов зернопереработки по регулируемым ценам. Причем не только населению, но и предприятиям пищевой промышленности. Хлеб, произведенный в Чувашии, остается одним из самых дешевых в Приложском федеральном округе. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Почти три десятка вопросов. Повестка заседания Кабинета министров в этот раз была объемной и разноплановой. Большинство ее пунктов касались изменений действующего законодательства и предыдущих постановлений правительства. Алатарский, Вурнарский, Ядринский районы и город Чебоксары. Эти муниципалитеты в ближайшем будущем получат средства из фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья. Так, из фонда 30 марта 2015 года получены средства в размере 80 миллионов 847 тысяч рублей по реестру представленных контрактов муниципалитетами. Софинансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики составит порядка 37 миллионов 820 тысяч рублей. Михаил Игнатьев отметил, используя все возможности федеральных программ для расселения граждан муниципалитетам следует рассмотреть возможность приобретения не только строящегося, но и уже готового жилья. Это поможет избежать проблем с недобросовестными подрядчиками. Также среди утвержденных вопросов повестки дня порядок и форма проведения экзамена на владение русским языком, знания российской истории, основ законодательства России для иностранных граждан, которые планируют получить патент на работу в нашей республике. Экзамены будут принимать в Институте образования ЧГУ имени Ульянова, Педуниверситете имени Яковлевы и в Электромеханическом колледже. При определении перечисленных образовательных организаций учитывались такие критерии, как наличие в штате образовательных организаций квалифицированных педагогических кадров, а также квалификации специалистов в области проведения тестовых мероприятий, имеющих опыт создания тестовых материалов. Учитывались также наличие материальной базы, которая необходима для проведения соответствующих экзаменов. И о приятном. С 2013 года в России выплачиваются денежные поощрения лучшим муниципальным учреждением культуры в размере 100 тысяч рублей и лучшим работником культуры в размере 50 тысяч. В этом году такие награды в Чувашии получат 5 учреждений и 12 работников. В Чебоксарах продолжается реализация программы строительства новых детских садов. Новоселье уже в этом году должны справить и малыши, проживающие в микрорайоне Волжский-3. Успеют ли подрядчики сдать объект в срок, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Новый детский сад этому густонаселенному району и действительно был необходим. Строить его начали в конце декабря. Не прошло и полгода, а на улице Глеба и Ильенко уже возвели два этажа. В ближайшее время здесь приступят и к отделочным работам. Сейчас на объекте прокладывают необходимые коммуникации. Сантехнические работы начали с понедельника. С понедельника начали электромонтажные работы, как вы видите. И с понедельника начали кровельные работы. Мы в прошлом году закончили строительство садиков Янтикова, сели Янтикова. Он нам знаком, этот же проект. И как бы на стадии строительства уже этого же садика мы уже просто вносили в свои кассетировки. Те подводные камни, которые у нас были уже в Янтиково, с которыми мы столкнулись. И как бы вот этот второй проект уже, как бы нам проще уже строить на данный момент. В новом детском саду планируют создать более 170 мест. Всего же в городе до конца этого года распахнутся двери трех садиков. Очереди среди дошколят чебоксарские власти стремятся сократить уже в ближайшие годы. Причем строительство новых объектов находится на постоянном контроле главы республики. Уже сейчас строители заявляют, что работают с опережением графика по контракту здания детского сада должно открыться в октябре. Но его двери распахнутся на месяц раньше. Ну а вслед за программой строительства детских садов в столице республики стартует и другой проект. Начиная с 2016 года уже начнет действовать программа по строительству школ. И на сегодняшний день уже в городе Чебоксар разработан проект по строительству школы по улице Гладково. И разрабатывается проект по строительству школы в микроюме Садовой. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. В Чувашии полицейские задержали подозреваемых в хищении денег с банковских карт. Ими оказались граждане одной из бывших союзных республик. Молодые люди приехали в Чувашию несколько дней назад и решили заработать нечестным способом. Продумали все до мелочей. Установили оборудование, которое позволяло считывать данные банковской карты и набираемый пин-код на банкоматах Сбербанка около дома МОД в торгово-развлекательном центре «Каскад» и гипермаркете «Магнит» на улице Энгельса. Все трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают потерпевших. Сотрудники миграционной службы провели рейд на рынках Чебоксар. В итоге на одном из объектов нелегально работали шесть иностранцев. Документы проверили у 11 иностранных граждан-выходцев из Средней Азии. В результате проверки шесть иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Пятерым из них грозит штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей. Один иностранец подвергся более суровому наказанию. За повторное подобное нарушение ему придется заплатить штраф в пять тысяч рублей и покинуть пределы Российской Федерации. В столице республики реализуется проект госнаркоконтроля Чувашии «Здоровая школа». Какие знания получают ученики в нашем следующем репортаже. 30-я школа – одна из трех участниц проекта. На этот раз в его рамках состоялось показательное выступление овчарки Берты. Ребята смогли увидеть, как специально обученная собака ищет наркотики. Впрочем, это далеко не самое главное в профилактической работе. Нам показали, какими могут быть люди после принятия этих наркотиков. Ну, картинки не самые лучшие получились. И мы узнали, как они воздействуют на наш организм, на наше будущее. Я изначально относилась к наркотикам не очень хорошо. И теперь, когда я осознала весь этот вред, я понимаю, что я не буду это употреблять. Проблема наркомании рассматривается комплексно. С ребятами беседуют врачи-наркологи и наркополицейские. Проводятся различные тематические мероприятия и экскурсии. Большое внимание уделяется спортивно-массовой работе. В первую очередь, это формирование привычки к здоровому образу жизни. Это сознательное отношение к своему здоровью и свое такое сознательное отношение отрицательное к вредным привычкам. Потому что одно дело, когда учительница, мама говорит не надо, это вредно. Другое дело, в чем-то принять участие, потрогать своими руками. С каждым годом количество учащихся, которых привлекают к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками, неуклонно растет. Педагоги, наркополицейские и родители надеются, что проект «Здоровая школа» поможет остановить распространение этой социальной болезни. Мы здесь меньше говорим о наркотиках, мы больше говорим о том, что есть альтернатива – это введение здорового образа жизни, чтобы стать успешным человеком и реализовать себя в жизни. Как отмечают сотрудники наркоконтроля, такие программы нужны и важны. Потому что гораздо легче предупредить болезнь, чем ее лечить. И добиться положительного эффекта можно, лишь объединив усилия всех органов и субъектов профилактики. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. 69 героев Советского Союза и 15 полных кавалеров Ордена Славы. Уроженцы Чувашии – участники Великой Отечественной войны. В этом почетном списке значится имя Павла Порфирьева, уроженца Урмарского района. Рассказ о боевом пути героя в нашем сюжете. В раннем возрасте Павел Порфирьев остался без родителей и уже с 12 лет начал жить самостоятельно. В 1929 году получил права тракториста и стал работать в родной деревне. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, принимал участие в войне с Финляндией. В 1940 году демобилизовался, но не прошло и года, как новая война вернула Порфирьева на фронт, вспоминает сын Анатолий. Первым важным сражением рядового Порфирьева была оборона Москвы. С 1942 года и до победы он сражался в составе 25-й танковой бригады в разведывательных группах. Сражение на Центральном фронте, 2-м Украинском, 3-м Белорусском, освобождение Белгорода, Харькова, Белоруссии, Литвы и Польши боевой путь получился длинным. Поистине геройскими поступками Порфирьева можно назвать неоднократные вылазки в составе разведгруппы в тыл врага и диверсионные акции, контратаковавшие и деморализовавшие противника. К 1944 году Павел Порфирьевич становится полным кавалером Ордена Славы. Закончил войну Павел Порфирьев в офицерском звании. В составе лучших воинов 2-го Белорусского фронта гвардии младший лейтенант чеканил шаг на параде победы 24 июня 1945 года в Москве. Жизненный путь Павла Порфирьева отмечен не только боевыми наградами. В 1975 году Константин Симонов написал сценарий документальному фильму «Шел солдат», в эпизоде которого был запечатлен герой из Урмарского района. 20 января 1992 года Павла Порфирьева не стало. Со всеми воинскими почестями он похоронен на кладбище родной деревни Саруй. Его имя навсегда вписано в историю родного села, республики и страны. Александр Гаврилов, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, «Республика». Песни великой победы в исполнении Иосифа Кобзона такая же неотъемлемая часть культурного наследия, как, например, роман «Горячий снег» или фильм «17 мгновений весны», в котором, кстати, тоже звучит знаменитый баритон. Чебоксарцы смогли услышать его вживую. В репертуаре Иосифа Давыдовича сотни самых разных песен, которые старшее поколение любит, а молодежь как минимум знает. А у нас во дворе надежда, команда молодости нашей. Но именно военная лирика близка и понятна всем в этой стране. Независимо от возраста, пола и национальной принадлежности. Каждая песня – маленькая история большой жизни. «Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил, я шел к тебе четыре года, я три державы покорил. Хмелел солдат, слеза ходилась, слеза не сбывшихся надежд. А до груди его светилась, медаль в загонах Будапешт». Первый исполнитель песни «Враги сожгли родную хату» Марк Бернес говорил «Я пою не голосом, а сердцем». Иосиф и Кобзона тоже любят не только за вокальные данные, но и за глубокое уважение к зрителям. Два часа без антракта. Этот не очень молодой и не очень здоровый человек пел без всякой фонограммы, и каждая песня требовала больших душевных сил. Прощай, прощай, мой ровесник, мой товарищ, прощай, прощай, прощай. Мы уходим в дым пожарищ над тобой, роняя грусть. Именно такие песни надо оставить в наследство будущим поколениям, как источник по истории нашей страны, как пособие по патриотическому воспитанию. «Чтобы они любили свою землю, свою родину, свою отчизну, своих родителей, своих друзей. И наш подарок – вот картина на память о нашем городе, столице нашей республики». Финальная часть концерта получилась особенно впечатляющей. К Иосифу Кобзону присоединилась симфоническая капелла под управлением Мариса Еклашкина. Гимн Великой Победы прозвучал, как полагается, торжественно и убедительно. День Победы! День Победы! День Победы! Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. С 22 апреля по 9 мая в Чебоксарах проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка», которая ежегодно стартует в преддверии Дня Победы во всех городах России. В эти дни сотни волонтеров выйдут на улицу, чтобы вручить горожанам черно-оранжевые ленточки – один из символов Великой Победы. Как сообщили представители администрации столицы Чуаши, традиционными местами вручения ленточек станут площадь республики и крупные остановки общественного транспорта. Ну а 9 мая – Парк Победы и Красная площадь. В этом году в Чебоксарах планируется распространить порядка 50 тысяч ленточек. В торжественной обстановке на Красной площади будет поднято Знамя Победы и дан официальный старт самой масштабной патриотической акции в России. По словам организаторов, «Георгиевская ленточка» – символ, который должен напоминать молодому поколению о наследии прошлого, о страшной войне и цене, которую заплатил народ ради победы. Ежегодно в акции принимают участие множество жителей и гостей Чебоксар. Они с удовольствием прикрепляют ленточку к одежде, отдавая дань памяти и почтения победителям Великой Отечественной войны, отмечают в городской мэрии. В Чебоксарах прошел галоконцерт третьего республиканского фестиваля конкурса «Жемчужинки Чувашии». Свои таланты продемонстрировали не только школьники, но и воспитанники детских садов. Какие перспективы открываются перед победителями конкурса, узнала наша съемочная группа. Фестиваль-конкурс собирает талантливых детей со всех районов республики, ведь он открывает новые возможности. Финалистов уже не раз приглашал советский и российский деятель культуры Юрий Энтин на собственные фестивали. Благодаря этому «Жемчужинки» из Чувашии уже выступали в Португалии, в Соединенных Штатах Америки, Греции и Китае. Часто Юрий Энтин доверяет премьеры своих песен «Жемчужинкам Чувашии». Сейчас закончился огромный проект, где Юрий Сергеевич перевел 25 песен 25 стран мира, 25 лучших детских песен на русский язык. И, конечно, он доверил их спеть только девочкам и мальчикам, и ансамблем, и с Чувашией. И сегодня мы увозим из Чувашии записанный диск «25 песен стран и народов мира» в исполнении «Жемчужинок Чувашии» на слова Юрия Энтина. Свои безграничные возможности решили показать воспитанники детского коррекционного сада «Надежда». В прошлом году они заняли второе место, а в этом вышли на новый уровень. В номинации «Вокал» они лучшие из лучших. На конкурсе была представлена авторская песня, игра на народных инструментах и танцы. Нам было сначала очень тяжело заниматься. Мы думали, что у нас ничего не получится. Потом мы приехали, нам было... Мы были в шоке, что мы сюда попали. Мы хотим его увидеть. Да, Юрия Энтина. Не по телевизору, а вот... По реалии. Гран-при фестивалю конкурса «Жемчужинки Чувашии» достался участникам из Чебоксарского, Козловского и Канадского районов. Именно они отправятся к легенде детской песни Юрию Энтину. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня первый день 19-го международного балетного фестиваля. В ближайшие несколько дней гостей ожидает новая программа в исполнении заслуженных деятелей культуры России и лауреатов международных конкурсов. Открылась череда балетных вечеров спектаклем Людвига Минкуса «Байдерка». На сцене трупы театра оперы и балета «Чувашии». Кроме этого, ожидаются постановки «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Бахчисарайский фонтан». И под занавес грандиозный галоконцерт с участием зарубежных виртуозов. Такой была эта среда глазами корреспондентов национального телевидения «Чувашии». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова